Библейский портал экзегет.ру представляет Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающий закон Негодует на них. Злые люди не разумеют справедливости, А ищащие Господа разумеют все. Такие пять стихов предлагает нам для рассуждения Примудрый сломон. И говорит с первого стиха, Что нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, А праведник смел. Действительно, как сегодня уже говорят Не только священники, не только миссионеры, Проповедующие Слово Божие, но и врачи. Врачи говорят о том, что грех он рождает Или порождает паранойю. То есть человек, который грешит, он все время Находится в неком трепете состояния своего внутреннего мира. Он все время боится. Все, что он приобрел своим Нечестным трудом, или где-то он кого-то обманул, Он все время боится, как бы его это не постигло. Поэтому, то есть не постигло наказание. Поэтому так и говорит Примудрый сломон, Что нечестивый бежит, когда никто за ним не гонится, Когда и нет опасности. Вот это состояние страха, оно угнетает и подавляет человека согрешающего. Не так, говорит праведник. То есть не так тот человек, который поступает по правде. Вот что по этому поводу пишет свидетель Анзатауст. Бегство от совести. Цитата. Как же бежит нечестивый, когда его никто не гонит? Внутри имеет он гонящего обличителя, а именно совесть. И носит он его повсюду. И как невозможно ему убежать от самого себя, Так не может и от внутреннего своего гонителя. Но куда бы ни ушел, везде терпит удары и получает неизлечимые раны. Не таков праведный. Конец цитаты. То есть действительно, те невидимые раны, Возможно, которые человек грехами наносит в своей душе, Они действительно для окружающих незримы. Но человек сам подвергается такому бедгству. О чем говорит и здесь Примудрый сломон. Или вот еще, пожалуйста, Исак Сирин пишет. Отвага вера. Цитата. Праведник ничего из численного выше не устрашится. Как написано. Праведник смел, как лев. На все отваживаясь верою. Не потому, что искушает он Господа, Но потому, что на него взирает. И как бы вооружен и облечен он силой Святого Духа. И как его постоянное попечение посвящено Богу, Так и Бог говорит о нем. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Псалом 90, 15 стих. Конец цитаты. То есть действительно, если Бог будет на первом месте, То все остальное, и внутренний мир человека, И внешние его обстоятельства будут на своем. И мы прочитали с вами также четвертый стих. Отступники от закона хвалят нечестивых, А соблюдающий закон негодует о них. И второй стих, который предварял четвертый, Сказано, когда страна отступит от закона, Тогда много в ней начальников. А при разумном и знающем мужа она долговечна. Действительно, как страна отступает от закона, И страна становится безбожной, То сразу ее начинают раздирать на части. Потому что нет единого началия, Нет единого власти, Нет понятия о том, Что Бог творец и промыслитель мира. Нет единства и единения. Когда единство начинается ради единства, Оно превращается в вавилонское столботворение, О котором мы с вами читали в книге Бытия 11 главы. То есть там люди начинают каждый служить по-своему, Своим богам, которые кто на что гораст, Которых сам себе придумывает. Помню, что Господь, когда увидел такое единство, Эту вавилонскую цивилизацию, То он снизошел туда и смешал языки. Сказал, доколе они будут творить эти мерзости. Не всякое единство угодно Богу. Единство даже в устройстве государства. Тогда оно, как говорит премудрый Соломон, Будет действительно по закону Божию И будет действительно тем единством, Которое принесет благо Как человеку, личности, так и обществу, Когда оно будет строиться по закону Божию. Мы знаем, что не бывает действительно государства идеального, И невозможно его построить здесь, на земле. Но тем не менее, бывает государство хорошее, Построено по закону Божию. Бывает плохое, которое отвергает законы нравственности, Законы евангельские, законы священного писания, Предупреждение, ингнорирует предупреждение отцов церкви, Исторического прецедента. Такое государство можно назвать плохим, А государство, которое совсем отступает, И наоборот возводит в ранг идеала удовольствия, Такой гедонизм, Это можно назвать государством никудышним. Ни к чему хорошему, как вавилонскую цивилизацию, Кроме разрушения, это не приведет. И мы читаем вот этот интереснейший стих «Отступники от закона хвалят нечестивых, А соблюдающий закон негодует на них». Вот что по этому поводу Климент Александрийский Свидетель пишет в «Страгматах». Цитата «Для стойков цель человеческой жизни состоит в том, Чтобы жить в согласии с природой, И неосновательно предпочитает использовать слово «природа», Вместо того, чтобы говорить «бог». «Ведь природой обычно называют травы, злаки, деревья, камни» И тому подобное. «Вот почему весьма ясно сказано, Люди злые закона не уразумеют, А любящий закон славит, Ставит себе ограждением. Ибо мудрость разумного, Знание пути своего, Глупость же безрассудна к заблуждению» Притча 14.8, Которую мы читали с вами ранее. Конец цитаты. То есть, Мы видим, что здесь Святитель Климент Александрийский говорит, Что для стойков, То есть, Это такая школа, Была греческая школа стоицизма, По-моему, Зенон, да, Был ее основатель. Он говорил о том, Что все природа и все, Что огружает человека, Это Бог. И необходимо слиться с природой. Все движется по законам природы. И таких святитель Кирилл Александрийский Называет людей Неосновательно предпочитает Использовать слово природа Вместо слова Бог. То есть, Эти люди отступники от закона, И они на самом деле Приписывают свойства Божьей природе. И таким образом Обожествляют природу, Впадают в состояние идолпоклонства. Идолпоклонства. Отступники от закона Хвалят нечестивых. А соблюдающий закон Негодуют на них. Кто отклоняет ухо свое От слушания закона, Того и молитва мерзость. Вот интересная такое Здесь подсказка, Утверждение премудрого Соломона. Он говорит, Кто отклоняет ухо От слушания закона, Того и молитва мерзость. То есть, Если человек не исследует Священное Писание, Не вникает в себя И в учения, Не берет Руководство к своей жизни Подсказки отцов, Учителей церкви, То и молитва его Сказано даже Не просто бесполезно, А мерзость. Вот что по этому поводу Говорит церковный писатель Шестого века Цезарь Арлский. Цитата. И то, что написано В книге притчей Соломона, Должны мы выслушать Не с небезразличием, Но с величайшим трепетом И страхом. И он приводит здесь Это высказывание. Кто отклонит ухо Свою от слушания закона, Того и молитва мерзость. И продолжает. Следует в начале Выслушать Бога Тому, кто желает, Чтобы Бог Выслушал его. Действительно, Чтение Священного Писания Это то, что Бог говорит нам, А молитва это то, Что мы говорим Богу. Так и пишет. Следует сначала Выслушать Бога тому, Кто желает, Чтобы Бог выслушал его. Ведь с какой дерзостью Хочет он, Чтобы выслушал его тот, Кого он настолько презирает, Что пренебрегает Чтением его наставлений. И как братья мои, Оценим мы другое, Что весьма многие христиане, А также, что гораздо хуже, Часто даже и клирики, Когда готовятся в путь, Приказывают приготовить себе И хлеб, и вино, и масло, И предпринимают различные Натурасходы. И когда с таким чаянием Всякий подготавливает себя К дороге на земле, Дабы плоть его здравствовала, Почему не хочет он, Спрашивает, Не хочет он читать Одну единственную книгу, Коей в этом мире, И в том подвигается душа его. Конец цитата. То есть, Цезарь Арский попрошает, Если человек в этой земной жизни Отправляется куда-нибудь в путь, Он берет для себя Очень много приготовлений, Он считает, Как он будет, Сколько ему нужно средств Для того, Чтобы проделать это путешествие, Почему же, Говорит ты, Человек, Готовишься войти в Царствие Божие И не приготовляешь душу свою, Насыщая ее Словом Божиим, Таинственной Церковью, Пренебрегаешь чтением Святых Отцов, Как тебе руководствоваться, Как тебе правильно провести этот путь. И для него Он заканчивает свое Своё повествование Знаком вопрос, Как же ты Не родишь о главном пути Твоей жизни, Которую необходимо проделать, Дабы войти В Царствие Христово И стать гражданином Небесной страны. И мы читаем далее. Десятый стих. Совращающий праведных На путь зла Сам упадет в свою яму, А непорочные Наследуют добро. Повторяйте мать учений, Не рой яму другому, Сам не упадешь. Человек богатый, Мудрец в своих глазах, Но умный бедняк Обличит его. Когда торжествуют Праведники, Великая слава, Но когда возвышаются Нечестивые, Люди укрываются. Так говорит. Далее. Тринадцатый стих. Скрывающий свои преступления Не будет иметь успеха, А кто сознается И оставляет их, Тот будет помилован. Речь о покаянии. Человек, который Скрывает свои грехи, Он Не дает возможность Богу их Исцелять. Когда я делал Еще в юности Первые шаги В православном храме, Меня учили Исповедоваться так, Что на исповеди Нужно себя обвинять. Если ты пьяница, Говорит, Я пьяница, Блудник, Блудник, Обманщик, Обманщик, Не надо говорить. Подходит, Как говорят священники, И так подходят, И человек говорит, Ну, в детстве я обманывал, А сейчас что-то не обманываешь. Ну, в детстве там я Кого-то обидел, А сейчас что-то никого не обижаешь. То есть нужно себя обвинять. Когда человек себя обвиняет, Он дает возможность Богу защитить его. А когда человек себя оправдывает, Он не дает возможность Богу его защищать. Потому что занимается Самооправданием, И этим самым Ставит преграду Милосердию Божию. Потому что Бог Не нарушает Свободу человека. Пока человек Не открывает перед ним Раны Своей души, Бог не вмешивается Своим искусством Врачевать Его недуги. Поэтому Так и говорится, Что Скрывающий Свои преступления Не будет иметь успеха. А кто Сознается И оставляет их, Тот будет помилован. Вот очень хорошее слово Здесь в 13 стихе Успех. Вот в чем нужно искать Подлинный успех В своей жизни. Для того, чтобы Насколько это возможно Очищать свою душу В течение временной Земной жизни. Блажен человек, Который всегда Пребывает в благословении. А кто Ожесточает сердце свое, Тот попадает В беду. Да, Сердце Сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ожесточенным сердцем Человек попадет В беду. Как Рыкающий лев И голодный медведь Так нечестивый Властелин Над бедным Народом. Не знаю, Стоит ли Снова Говорить Здесь Об этом. Неразумный Правитель Много Делает Притеснений, А ненавидящий Корысть Продолжает Дни. Человек, Виновный В пролитии Человеческой Крови, Будет Бегать До могилы, Чтобы кто Не схватил Его отца. Ну, Это то, С чего Примудрый Соломон И начал Нечестивый Бежит, Когда Никто Не гонится За ним. Но Более Утверждает Эту мысль, Если человек Пролил Кровь, То Если Он Не будет Пребегать К покаянию, Будет Скрывать Свой грех, О котором Говорится В тринадцатом Стихе, То Всю Жизнь Будет В состоянии Вот этого Параноика. То есть Он все Время Будет Ждать Этой Мести. Как Был Прочим И Каин, Как мы Помним, Который Убил Брата Своего Авеля, Он Построил Город, Оградил Себя Стенами. Почему Это он Все Сделал? Потому Что Боялся. Не Было В его Состоянии Покаяния. Помним, Господь Обратился К нему И говорит Что Ты Сделал? Он Не Кается, Он Не Говорит Господи Прости Господи Что Мне Делать Наставь Помоги Нет Нет В устах Его Этих Слов А что Он Говорит Наказание Которое Теперь Я Понесу Оно Больше Ты На Меня Налагаешь Нежели Можно Вообще Повести То есть Он Начинает Роптать На Бога И Он Понимает Что Загрев Будет Наказание Но Он Начинает Говорить Более Нежели Я Могу Понести У Апостола Павла Есть Такие Слова Бог Не Посылает Человеку Наказание Или Искушение Для Его Исправления Нежели Он Может Понести Кто Ходит Непорочно Тот Будет Невредим А Ходящий Кривыми Путями Упадет На Одном Из Них Кто Возделывает Землю Свою Тот Будет Насыщаться Хлебом А Кто Подражает Праздным Тот Насытится Нищетой Вот Действительно О Подражании Праздным У нас Сегодня Все люди Хотят Насмотрятся Различных Фильмов Сериалов Да И вообще Такого Образа Жизни Все хотят Даже Люди Бедные Подражать Праздным То есть Сидеть В дорогих Ресторанах Как-то Наливать Дорогие Напитки Ездить На дорогих Влезая В кредиты Покупать Дорогие Автомобили Ездить На роскошных Яхтах Все это Влезая Влезая В кредиты Подражать Вот Этой Праздности Что С таким Человеком Происходит Кто Ходит Непорочен Тот Будет Невредим А Ходящий Кривым Путем Упадет В Одном Из них Кто Возделывает Землю Свою Тот Будет Начинаться Хлебом То есть работающий Питающийся По достатку А кто Подражает Праздным Тот Носится Нищетой Видите Как интересно То есть Есть такая Поговорка Что ли Которая Говорит О том Что необходимо Жить По Доходам Вот о чем Хочет сказать Примудрый Соломон Верный Человек Богат Благословениями А кто Спешит Разбогатеть Тот Не останется Ненаказанным То есть Действительно Вот эта Спешка Быстрее Быстрее Ненаказанным Не останется Потому что При спешке Разбогатеть Часто бывает Что Неправда Быть Нелицеприятным Нехорошо Быть Лицеприятным Нехорошо Такой человек И за кусок Хлеба Сделает Неправду То есть Говорится о том Что такой человек Ненадежен Лицеприятный Обличающий Человека Найдет После большую Неприязнь Нежели тот Кто Льстит Языком То есть Предупреждает Премудрый Соломон Что обличает Человек Найдет Неприязнь Действительно Нежели тот Тольстит Языком Но мы Помним Что Не везде Не всегда И не каждого Нужно Обличать Потому как Не каждый Это может Принять Премудрый Премудрый Соломон Предупреждает Человека Праведника Если ты Кого-то Обличаешь Помни Что За это За эту Правду Ты Потерпишь Какую-то И неприятность По отношению К себе И неприязнь По отношению К себе Здесь Заповедь Господа И Спасителя Иисуса Христа В Нагорной Проповеди Блаженный Изгнанный За правду Кто Обкрадывает Отца Своего И мать Свою И говорит Это не грех Тот Сообщник Грабителям Помним Когда Господь Иисус Христос В 7 главе Евангелия От Марка Обличал Книжников И фарисеев Что они Отменяют Заповедь Божию Держась Предание Своего Когда говорят Карван То есть Отцу и матери Я больше Не должен А вас Никак Пищись Он говорит Что эти люди Они Придумают Свои Человеческие Родители Нет такой Заповеди Не заботиться Своих Родителей Более того Человек Как говорится Как говорится У премудрого Соломона Кто Обкрадывает Отца Своего Ли мать Сообщник Грабителям То есть Вор И разбойник Уже Думаю Что Даже Непочитание Этой Заповеди Пятой Заповеди Почитает Своя Мать Непочтение К родителям Не должное К ним Внимание Уважение Оно Так или иначе Может Пречислить Человека Грабителю Надменное Разжигает Ссору А надеющийся На Господа Будет Благоденствовать Кто Надеется На себя Тот Глупец А кто Ходит В мудрости Тот Будет Цел Дающий Нищему Не Обеднеет А кто Закрывает Глаза Свои От него На том Много Проклятий То есть Мы уже говорили о том Что есть и в предыдущих главах Когда было сказано Что дающий Нищему Дает Богу Взаймы Очень хорошо Так писал об этом По-моему Блаженный Августин Он говорил Бог знает Ваше крестолюбие Что вы хотите что-то давать И желая обратно получать Здесь прибегает Прямой Руслан К с такому Словообороту Что Дающий Бедному Даете взаймы Богу То есть Это приятно звучит Человеку Как бы побудить его Все таки милосердию Да В человеке состоялось То о чем Господь говорит Будьте милосердны Как отец ваш Небесный То есть Состоялась вот эта заповедь Вот что по этому поводу Пишет тот же Блаженный Августин Помощь нищим Цитата Не забывая того Установления В котором говорится Дающий Нищему Не обеднеет Не Запамятовал ли ты Чту Вероятно Скажет Господь Тому кто имеет Обыкновение Давать Нищим Что же Господь скажет Тем которые Имеют обыкновение Давать нищим Придите Благословенное Отца Моего Примите Царство Потому как сказано Блаженны и милосердны Ибо они Блаженны и милостивы Ибо они помилованы будут Неужели у нас Столько мало грехов Что Мы не прибегаем К этой важной заповеди Ведь так все просто Если мы будем Оказывать милость То и Господь Нас помилует Есть и Недоисповеданные Грехи Есть и какие-то Грехи Может быть у некоторых Какие-то там Скрывы Кто человек Пытается их скрыть Конечно их надо Исповедовать Конечно их нужно Принести На алтаре Таинства Исповеди Но тем не менее Может быть есть Какие-то грехи Забытые И эти грехи Врачуются милосердием Как сказано Блаженны и милостивы То есть счастливы Человек Человек который Милостивы Помилованы будут Все просто Так и говорит Блаженный Августин Придите благословенно Отца моего Примите царство Вот что услышит Милостивый Итак Мы рассмотрели с вами Двадцать восьмую главу Если так кратенько Подвести итог То в чем нас хотел Здесь наставить Премудрый Соломон То можно Сказать Следующее Люди Греха Бегут От своей Совести А праведник На все Готов По вере Бог слышит Слушающих И исполняющих Его Волю И милосерд К исповедующим Свои грехи Тверд В истине Имеющий Страх Перед Богом И Внимающим Ему И вот Чем Заключается Эта глава Словами Блаженного Августина Дающий Нищему Получает Царство От Бога Продолжение следует...